Детская пространство Создать детское пространство в родном городе стало нелегкой задачей, особенно если не хочется обращаться за помощью к властям, поэтому Катя обратилась к рядовым одесситам. В первые же дни проект поддержали многие горожане. Они делились своим видением креативного пространства и оказывали помощь. На воплощение мечты понадобилось 3 года и 530 тысяч гривен. К слову, горсовет тратит на детские площадки в три раза больше, но вместо натуральных материалов мэрия использует яркий пластик, железо и резину. В новом детском пространстве в парке Шевченко вы не найдете ни экологичных материалов. Натуральное дерево, приятные цвета и уникальные для Одессы качели уже успели понравиться не только детям, но и их родителям. Несмотря на то, что площадка уже готова и пользуется большой популярностью, сбор средств на ее обслуживание и ремонт продолжается. Потому что Кате, в отличие от депутатов, не все равно, что с площадкой будет дальше. На своей странице в Facebook она обратилась к одесситам с просьбой о помощи. Я все еще продолжаю собирать деньги, потому что будут нужны деньги на обслуживание и ремонт площадки. Мне не все равно, как она будет выглядеть через год. Также нужны средства на постоянный полив и уход за зеленой зоной. Для перевода денег, пожалуйста, перейдите по ссылке.